Ну что ж, друзья, я хотел бы вам представить Сергея Гайновского, человека, который в передаче в городе 512 будет отвечать за музыкальную составляющую нашей передачи и быть таким неким музыкальным обозревателем творческой жизни города. Здравствуй, Серёжа! Здравствуйте, ребята! То есть у нас, точнее, в Британии есть Горичи, у нас будет Гайновский, всё верно? Всё правильно, ты хорошо всё подметил. Так, Витя с нашим мечом делает хорошо. Вам, наверное, нужно рассказать про передачу саму, да? Да, вот про эту музыкальную рубрику, которую ты будешь представлять. Так вот, смотрите, как известно, в Николаеве очень-очень много музыкальных талантов. Согласитесь с этим, да? Правильно? Ну, он согласен, просто он как в Румынии машет. Да, да, да. Он согласен с этим и в этой рубрике, которая называется Sound City, мы будем этих талантов выводить в люди. То есть, каким образом? Мы берём видеоклик, к примеру, какой-то команды. Неважно, какой стиль музыки она играет, рэп, рок тяжёлый, фольк, всё имеет место. Нет никаких ограничений. Нет никаких ограничений. Мы берём определённый видеоматериал и проводится такой своеобразный соцопрос. Ну, то есть, жители Николаева смотрят этот видеоролик и говорят, вот, что бы добавили, что нравится, что, ну, знаете, как народный критик такая у нас будет подрубрика. Потом, после этого, мы переходим к такой более, как я её люблю, серьёзной подрубрике, которая называется «Погляд снизу». В этой рубрике ребята из школы детского ТВ будут, ну, там, совсем маленькие ребята будут давать так же свою оценку, как будущие режиссёры. Они, вот, ну, как взрослые, они не будут врать, что нравится, они будут говориться честно. Будет завал, если их оценка будет реально объективнее и качественнее, чем то, что будет. Так всегда есть. Они всегда говорят, я хочу коня видеть. Ну, и вот, что ты сделаешь? Он, правда, хочет коня рыжего. Так что, ну, я думаю, что передача поможет нашим николаевским будущим звёздам всё-таки сделать так, чтобы про них все узнали. Мы попробуем, мы сделаем это. Ну, ребята согласны, очень много, много, много у нас материала, с кем работать. Все согласны. Я думаю, что всё будет классно. Рубрика будет называться «Саунд Сити», так что мы скоро встретимся. Расскажи, каким образом пришла общая идея делать такую рубрику и оцени какой-то общий уровень развития музыки в Николаеве. По 120-бальной шкале. Отлично. А минус можно отправить? Нет, смотри. Я просто сам по себе раньше занимался музыкальной, ну, и сейчас занимаюсь я музыкантом. У меня была группа, называлась она там, не буду сейчас на... «Саунд Сити». Вот так и называлась она. И мы с ребятами... Очень сложно было вас объявлять, наверное, на концертах. Ну, у нас не было определённого звания как такового, да, так что мы не обижались, не лукавили. Пацаны, ребята... Сейчас на сцене выступит группа, у которой есть барабаны, гитара и вокалист. Две гитары. Две гитары. Извинись, пожалуйста. У нас было серьёзно. Извините, пожалуйста. Извиняю, пожалуйста. Так, ты прощён. Смотрите, друзья, я был раньше музыкантом, и мы ездили по Украине, и я видел много классных коллективов, которые реально достойны, достойны, чтобы про них говорили. Я давно хотел такую сделать передачу, в которой мы бы показывали, блин, всех музыкальных талантов. У нас действительно они есть. Они действительно есть, они достойны, чтобы их показывать. Просто, знаете, сейчас... Сколько примерно человек? Сколько примерно? Гитаристов. Миша теперь интересует только количество гитаристов, чтобы... Ну, поверь мне, есть, поверь, по всей Украине, неважно где, они есть, и... Ну, сейчас вы понимаете, что ситуация такова, что денег... Не у всех. Не у всех. Не у всех, да. Денег меньше не стало, но люди, которые владеют этими деньгами, они стали более обусоблены. И вот таким вот образом, такой передачей, может быть, у нас получится, ну, какую-то группу помочь ей. Помочь. Потому что люди из-за того, что нет денег, не решаются выходить как-то в люди. Тем более сейчас так много мобильных телефонов, ну, то есть клипы реально можно снимать с айфонов. Проводятся даже целые фестивали, где клипы сняты исключительно с айфона. Конечно, да. Ну и попробуем. Я думаю, что у нас все получится. Со временем, если... А я знаю, что даже не если, у нас все получится. Со временем мы попробуем сделать эту программу более глобальной. Ну, то есть будут уже не только наши городские группы, городские там коллективы, будут привлекаться коллективы со всей Украины. То есть расширить как минимум географию охвата. Как минимум давайте область. Область. Для начала область. А как максимум две. Скоро ждать Кировоградскую, Николаевскую область. Да. Ну, какую же еще, если не Кировоградскую. В любом случае мы надеемся, что все получится, потому что таланты действительно есть. Если дать им этот начальный такой вот импульс, то скорее всего они будут развиваться. Это положительно скажется на музыкальной атмосфере во всем городе. Да. Поэтому спасибо и удачи тебе в твоей рубрике. Вам также спасибо.